Добрый день, друзья и зрители моего канала. Сегодня мы продолжим говорить с вами о Moodle. Сейчас все перешли на дистанционную форму обучения, но она в некоторых случаях не похожа на дистанционную форму обучения в своем классическом понимании, а похожа, как я наблюдаю, на чрезмерную вовлеченность всех и преподавателей, и родителей, и детей, а также студентов в разного рода деятельность онлайн. Сюда входят разного рода встречи на платформах для веб-конференций, таких как Meet, Zoom, а также участие в разного рода мессенджерах. Это и Viber, и Telegram, ну и еще другие. От такой бурной активности, мне кажется, устали все, и родители, и учащиеся, и особенно преподаватели. И как результат, сегодня мы наблюдаем снижение качества обучения. Деятельности много, а эффективности, ну, не так уж. Поэтому я говорю о том, что нам сегодня действительно необходимо вернуться к основному вопросу, который звучит так. Что представляет собой дистанционное образование? И согласитесь, образование будет дистанционным не только, если у нас есть регулярные встречи онлайн, от которых мы все в некоторой степени устали. Мы должны понимать, что дистанционное образование происходит не только в режиме реального времени, но и тогда, когда учащийся учится и работает самостоятельно, под руководством и направлением опытного наставника. Да, несомненно, встречи в реальном времени помогают и усиливают этот процесс, но они не должны его перегружать. Процесс дистанционного образования можно сравнить с путешествием на автомобиле, Когда у нас проложен маршрут из точки А в точку Б, у нас есть опытный водитель и время, срок, за который мы должны справиться с выбранным маршрутом. При этом наше движение не всегда будет одинаковым. В нашем пути могут быть и подъемы, и ровные участки, спуски, и затяжные спуски, а также затяжные подъемы, время стоянки и ожидания. Но несмотря на это, наше путешествие будет динамичным. Динамика будет разная, но она будет присутствовать. Нечто похожее происходит и должно происходить в дистанционном обучении. Процесс освоения предмета – это динамический процесс, который учитывает и включает все области классического подхода к обучению, так называемую таксономию Блума. Это и понимание материала учащимся, и убеждение учащихся в определенных истинах, и проявление учащихся в области умений и навыков. Из нашего опыта мы уже поняли, что реализовать такой динамический процесс, используя только средства, упомянутые мной в начале этого ролика, довольно трудно. Поэтому, чтобы успешно реализовать процесс дистанционного обучения, преподавателям, а также школам, учебным заведениям, необходимо использовать и работать на платформах модульно-объектно-ориентированного динамического окружения. Среди таких платформ наиболее популярной является платформа Moodle, которая позволяет реализовать практически любые задачи обучения в современном контексте. Поскольку именно эта платформа имеет необходимый набор инструментов и ресурсов для этого. Кроме этого, данная платформа в значительной мере помогает облегчить труд преподавателя, позволяя проводить систематизацию программы обучения, а также ввести мониторинг ее выполнения. Начать осваивать эту платформу можно уже сейчас, без труда создав свой сайт в так называемом «облаке Moodle». Можно разрабатывать курсы для студентов и одновременно ввести качественное преподавание материала. Позже я познакомлю вас с ресурсами, элементами курса, которые входят в Moodle и необходимы для создания курса. Освоив эту платформу на примере своего локального облака, вы без труда сможете перенести ваши готовые материалы и курсы на платформы вашего учебного заведения в будущем, а также обменяться со своими коллегами. Процесс преподавания для вас и обучения для ваших учащихся на самом деле станет легким, приятным, интересным, занимательным, динамичным и, что немаловажно, эффективным. У вас вырастет не только качество преподавания, но также и качество обучения в целом. Поэтому подписывайтесь на мой канал и ожидайте следующего видео, в котором я буду говорить о наборе основных элементов, которые необходимы для формирования курса. А сейчас мы поговорим о том, как нам сделать хорошее введение в курс. Введение в курс может иметь несколько форм. Наиболее популярная и легкая форма для восприятия – это запись короткого видео 2-3 минуты, не больше. В этом видео вы, как преподаватель, можете объяснить учащимся цели и задачи курса. Другими словами, представить им дорожную карту. Как будет проходить курс, количество времени, которое нужно уделить на то или иное задание и так далее. Однако введение не обязательно делать в виде видеопрезентации. Можно просто сделать небольшое описание, которое мы разместим с вами в начале курса. Итак, теперь давайте посмотрим, как это сделать на примере платформы Moodle. Итак, друзья, переходим на наше облако Moodle. Заходим на наш сайт и находим здесь курс, с которым мы работаем. Это курс Learn Moodle. Заходим на этот курс и видим, что здесь происходит. Кликаем шестеренку, включаем режим редактирования. Теперь у нас режим редактирования включен. И в первой теме введения мы можем добавить, например, с вами видео. Кликаем добавить элемент или ресурс. Видео лучше добавлять по ссылке, если оно размещено на каком-то ресурсе у вас. Например, у меня видео размещено на ресурсе YouTube. Поэтому я использую в Moodle ресурс гиперссылка. Отмечаю его и добавляю. Даю название. Приветствие. И добавляю сюда адрес ресурса, на котором размещено мое видео. Адрес моего ресурса уже был мною заготовлен заранее. Я его копирую клавишей Ctrl-S и вставляю Ctrl-V сюда. Теперь я могу вставить описание моего ресурса здесь. Например, отображать описание. И напишу здесь, пожалуйста, посмотрите видео. Теперь я могу оформить внешний вид, как это будет выглядеть. Отображаться будет автоматически мое видео. Или оно будет внедрено в курс Moodle. Ставим, например, «Внедрить». Хочу сказать, что не каждое видео можно внедрить. Для того, чтобы видео внедрилось, необходимо, чтобы на соответствующем ресурсе, например, у меня на YouTube, была включена опция «Разрешить внедрение видео». Остальные параметры мне не обязательны. Выполнение элемента курса можно включить здесь «Отслеживание выполнения» и установить дату, в течение которого времени ожидается выполнение этого элемента курса. Кликаем «Сохранить» и «Вернуться к курсу». И смотрим, что у нас получилось. Вот наш курс. Вот наше видео. Мы кликаем на этот элемент. И мы видим, что наше видео здесь появляется. И мы его можем просмотреть. Добрый день, друзья. Те, кто смотрит мой канал, уже где-то более года я активно занимаюсь своим каналом. И мои скромные начинания меня радуют. Я благодарен всем подписчикам и всем зрителям, так как это является для меня хорошей мотивацией создавать хороший контент. Мой результат на сегодня подсталкивает меня к тому, чтобы записать как раз это видео для вас. Итак, мы с вами встроили видео в наш курс. Кроме этого, как я уже сказал, не обязательно встраивать видео в начало курса. Можно просто сделать короткое описание. И сейчас мы посмотрим, как это сделать. Мы возвращаемся в наш курс. Удаляем это видео. Видим нашу тему. Наша тема называется «Введение». Здесь есть просто вкладка «Редактировать». Мы кликаем на вкладку «Редактировать тему». И сюда мы можем добавить краткое описание. То, что мы хотим сказать нашим учащимся. Давайте с вами добавим, например, рисуночек или фотографию. Вот здесь написано «Выбрать из хранилища». Это хранилище облака Moodle. Но для того, чтобы выбрать из хранилища, необходимо свою картинку сюда поместить. Мы загружаем файл. Этот файл у меня заготовлен на моем компьютере. И я добавляю описание этого файла. Например, облако. У меня здесь есть автор. Есть вариант лицензии. Можно указать «Creative Commons» с сохранением условий. Можно не указывать. И загружаем этот файл. Размер автоматический. Выравнивание, например, по верхнему краю делаем. И сохраняем наше изображение. Изображение должно иметь описание, если не указано обратное. Мы ставим здесь галочку и описание не указываем. Также сохраняем изображение. Итак, изображение у нас добавлено. Давайте теперь добавим сюда текст. У меня также был заготовлен текст, который я хочу добавить во введение. Например, текст о Moodle. Что такое Moodle? И делаем копию. Переносим копию в Moodle. Ctrl-V. Итак, мы добавили текст. И я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, что я переключился в режим HTML кода. Чтобы фотография мне не мешала и я мог добавить текст. Поэтому есть также этот режим, о котором я расскажу в других видео, если у вас будут вопросы. Итак, сохраняем. Вот мы сохранили. У нас получилось вот такое введение в курс. Получилось описание небольшое этого курса. Картинку мы, конечно, можем уменьшить, сделать ее поменьше. Давайте попытаемся ее сделать поменьше. Но для того, чтобы ее сделать меньше, я думаю, ее надо будет перезагрузить заново. Или изменить вот здесь размеры в HTML коде. Например, в два раза. Здесь у нас ширина 807, а высота 530. Для нас это особо не принципиально. Поэтому мы сделаем, допустим, здесь в четыре раза уменьшим. Сделаем 200, а здесь сделаем, пусть сделаем 50. И мы сохраняем эту презентацию. Таким образом, у нас рисуночек получился вот маленький, аккуратный. Вот что у нас получилось на сегодняшний день. Таким образом, сегодня мы познакомились с тем, как нам начать работать в Moodle. А в следующий раз мы поговорим о других элементах курса, таких как учебные материалы и их размещение. А в следующий раз мы поговорим о том, как учебные материалы.